Новая Одесса Что происходит в Одессе прямо сейчас знает Светлана Пензова и она на прямой связи со студией. Светлана, вы в эфире. С другой стороны более массовая демонстрация это коммунистическая партия Украины и к ним присоединилась федерация профсоюзов Украины. Людей совсем мало, демонстрации назвать это сложно. Рядом с нами Александр. Александр, вы как молодой человек. Что для вас означает праздник 1 мая? Вы знаете, мне кажется, что уже не место для подобных советских праздников, потому что Советского Союза уже просто нет. И это был очень страшный режим, людоненавистический. И я считаю это кощунственно. В независимой Украине сейчас отмечать подобные шествия, праздники. Если вы посмотрите, он Сталин поднимает, которого в принципе лично я считаю равно Гитлеру. То есть оба они враги нашей страны и такие это просто кощунственно. Если вы посмотрите, что действительно в основном кто участвует в шествии, это люди уже пожилого возраста. Молодых я заметил очень мало. И меня это радует в том смысле, что вот эта коммунистическая идеология, она потихоньку начинает отмирать. И на его место будет вставать новое, может быть, патриотическое какие-то движение с молодыми людьми. Но получается это праздник весны. Уже не праздник международной солидарности трудящихся просто 1 мая? Или это уже вообще не праздник? Нет, почему? Можно выходить, как встречать весну, выходить на склоны, отдыхать. Но я считаю, что именно с такими знаменами кровавыми, под которыми были и голодоморы, и репрессии 1933-1937 года, и что творилось на войне, какие загранотряды уничтожали тех же ветеранов. Я считаю, что нельзя вот это сейчас поднимать. Это нужно засудить, как сделали, кстати, в Молдавии. У нас этого почему-то не сделали, хотя мы уже больше 20 лет как независимые. Спасибо за внимание. Спасибо, не считаю, это праздник. Спасибо вам. Студия. Спасибо, Светлана. На связи со студией была Светлана Пензова, которая вместе с Одессой отмечает День труда. 1 мая празднуют в 142 странах и территориях мира. 1 мая или в 1 понедельник мая. В Украине 1 и 2 мая традиционно выходные дни. В Одессе от оперного театра до Куликова поля прошла колонна под красными флагами, отдавая дань Дню солидарности трудящихся. Вы смотрели выпуск «Охотников за новостями» в режиме прямого эфира. Мы следим за тем, чем живет Одесса. Если вам есть что сказать, для вас работает телефон горячей линии 706-38-96. 706-38-96. Узнавайте, что происходит в городе на нашем канале. Увидимся. В студии была Екатерина Ярская. Хороших новостей и удачного дня!